Всем привет, народ! С вами Никитос, добро пожаловать на канал Электрик, и что же, да-да, как вы видите, официальный DLC 3.0 для 16-го Провалюшн Сокера официально вышел. И как вы уже можете видеть, официально Евро-2016 появилось в 16-м пессе. И как я уже говорил ранее, с сегодняшнего дня мы с вами начнем наши французские приключения, естественно, за сборную России. Вот. Но прежде чем, собственно, начать, я также хотел бы отметить пару моментов, которые также связаны с этим DLC. Собственно, помимо самого этого турнира нового, который добавился, кстати, отмечу лицензию, полную лицензию имеют не все сборные, которые участвуют на чемпионате Европы, только 24. Вот, допустим, у сборной Украины, у нее абсолютно полная лицензия. А вот у Рашки, к сожалению, нет. То есть, допустим, и у России, и у Украины все игроки настоящие, но дело в том, что у Украины форма правильная, а вот у Рашки, к сожалению, нет. Ненастоящая форма. Вот это единственный минус. И еще один момент, к сожалению, Konami смогли добавить, привлести лицензию лишь только на один стадион. Чемпионата Европы Stade de France, собственно, где пройдет финал этого турнира. Других новых стадионов нет. Еще один минус. Вот, собственно, что из себя представляет это дополнение. Но я так уже немножко в него поиграл, и мне, в принципе, прикольнуло. Ну и также еще один момент, который нужно отметить. Появилась еще одна новая команда. Динамо Загреб. Да-да. Новая команда. Еще одна новая команда в 16-м пессе. Вот так. На самом деле это здорово. Чем больше команд, тем лучше. Может, еще какие-нибудь команды добавят. Тем более, ближе к чемпионату Европы обещают Konami обновить формы для некоторых сборных. Вот. Все это будет. Ну, теперь, собственно, давайте начнем. Да. Итак, Евро-2016 во Франции. Сложность игры ставим, естественно, профессионал. Длительность матчей 5 минут. Травмы включены. Так. Выбираем, конечно же, Рашку. Вот. Так. Давайте ознакомимся с составом. Какой здесь состав? Итак. Акинфеев, Владыкин, Ребров. Ну, вот сразу я уже вижу неточности в составе. Гильермы и Кержакова нет. Но, в принципе, они мне на самом деле не так уж и нужны. Итак, смотрим. Игнашевич, Березуцкий, Братья Березуцкие, Щенников, Смольников, Кузьмин. Самедов, Камбаров, Загоев, Денисов, Широков, Шатов, Лушаков, Мамаев, Черышев, Илонов. Жарков. Так. И нападающий Кокорин, Дзюба, Смолов. Ну, в принципе, состав я считаю оптимальный. Единственное, я тут не понимаю, что Самедов делает на правом фланге обороны. Не совсем понимаю. Вот. Что касаемо групп. Естественно, мы оставляем их такими, какие они есть в реальности. Ничего менять не будем. То есть, группа Б, Рашка. Играем против Англии, Словакии, Уэльса, как в реальности. Кооперативный матч нам не нужен. Ну, давайте начнем. Показать интро чемпионата Европы я вам не могу. Иначе мое видео будет просто заблочено. Вот. Уэфа. Все права принадлежат Уэфа и прочих хренатей. Но вы понимаете, да? Так, а теперь займемся составом первым делом. Как вы поняли, сегодня у нас первый матч против англичан. Сейчас мы настроим состав. Так. Так, вроде капитана. Нет. Тактическая схема. Естественно, я опять же ставлю свой любимый ромбик в центре поля. Как всегда. И сейчас немножко подхимичим над составом. Так. Вот так. Глушаков в опорную зону. Сто процентов Дзагоев. Так вот. Жирков. Жирков на левый фланг обороны. На правом фланге обороны у нас будет Смольников. В центре Игнашевича Василий-Леберзунский. Это правильно. Так. Широков-Дзагоев. Шатов. Ну и в нападении Кокорин-Дзюба на ворота Кокинфеев. Вот такой ориентировочный состав я, собственно, буду использовать. Ну, по крайней мере, в первом матче против англичан. Да, также я забыл отметить то, что в этом DLC добавилось очень-очень много новых фейсов. Просто нереально много. Вот. В том числе 11 игроков сборной России получили новые фейсы. Я вам их не показал. Вот. Я не знаю, вам сейчас видно, но по идее вам должно быть видно. Это там вот Олег Шатов. Вот это Олег Шатов, допустим. На самом деле много кто получил фейсы. Дзюба получил. Лакинфеев получил новый фейс. Ладыгин получил фейс. Дмитрий Камбаров. Ну, много кто. Я даже всех не перечислю. Широков получил новый фейс. Жирков тоже получил новый фейс. Смольников получил. Дзагоев получил новый фейс. Денисов получил фейс. Ну, вообще много кто. Так, ну, составом я уже разобрался. Смотрим, что там с англичанами. Итак. Три нападающих играют англичане. У них там и Харри Кейн, и Тео Волкотт, и Лолана. Рос Баркли, Стерлинг, Тео в центре полузащиты. В центре поля Гибс, Моллинг, Кейхилл, Клайн и Джо Харт на воротах. В общем, вот такой состав. Джеймс Варди все-таки остался на банке. Я думал, что они сегодня выпустят Джеймса Варди, но они не решились. Кстати, на Стат Де Франс будем играть на новом стадионе. Круто. Итак. Англия против России. Евро-2016 начинается для нашей сборной. Поехали. Ну что ж, народ. Стат Де Франс, Евро-2016, Англия-Россия. Начинаем наши французские приключения. А точнее, наша сборная. Вот Роман Широков, наш капитан. Готовится увести нашу сборную. И выходят команды. И сейчас услышим гимны. Но точнее, гимн будет только гимн Англии, поскольку в ПЭСе гимна России, к сожалению, нет. Но я все равно промонтовать не буду. Итак, слушаем национальные гимны. Субтитры создавал DimaTorzok. И самая плохая статистика встречи сборной России и Англии. У наших были победы, поражения. Но, пожалуй, самая известная победа из современной истории. Это победа в 2008 году в Москве. Или, нет, вернее, в 2007 году в Москве, так как в отборе к Евро-2008. 2-1 тогда была повержена Англия, благодаря дублю Романа Павлюченко. Ну, у Рома уже за сборную не играет. Сегодня его нет. Мы надеемся на новых игроков. Ну и гимн. Гимн Англии. Кто не в курсе, наверняка немногие про это знают. А может, многие из вас знают, но сделай небольшой экскурс в историю. Когда-то музыка гимна Англии также являлась гимном нашей страны. Поехали! И это было очень давно. Это еще было до того, как гимном нашей страны был Боже Царя Храни. Точнее, он так и назывался, Боже Царя Храни. А потом уже у нас был гимном молитва русских. Ну, это так, небольшой экскурс в историю для тех, кто не в курсе. Ну, в принципе, его можно посмотреть в Википедии, естественно. Ну, ладно. А у нас Евро. У нас Англия-Россия. И у нас Дзюба рвется по флангу. Несомненно, что Англия, конечно, посчитается самым трудным соперником, пожалуй, в нашей группе. Но я бы не сказал, что Англия сейчас в оптимальной форме. У Англии сейчас начала смена поколений. Закончилась эпоха Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпорда, Джона Терри и других. И началась совершенно новая эпоха. Эпоха Берг, Росса Баркли, Джеймса Варди, ну и другой, ну и компанией, что называется. Ну, англичан, конечно, недооценивать не стоит ни в коем случае. Англичане все-таки это родоначальники футбола. Да. Поэтому недооценивать их не стоит ни в коем случае. Вот с мячом Александр Кокорин и мяч он теряет. Вот первые минуты мы пытаемся что-то предсоздать у ворот наших соперников. Дзюба! Дзюба! Собивай! И тащит Джохард! Первый момент! Какой был шикарный момент у Артема Дзюбы, но великолепно сыграл. Еще лучше сыграл Джохард, конечно, в этом эпизоде. И без нарушения отбираем мяч. Борьба в центре поля. Аут в пользу англичан. Ну что ж, а мяч-то на половине англичан все держится. Мы не пускаем англичан на нашу половину поля. Вообще им ничего пока сделать не даем. И это, конечно, приятно. Потому что мы англичан не пускаем вперед. Вот опять отбираем Глушаков. И вот молодцы, что не боимся. Вот пока мне все нравится. Первые минуты отлично. Кокорин! Ну, Саша, давай! Давай, Сашка, еще чуть-чуть! Ну нет. Конечно же, ничего не получилось. В этой атаке англичане в обороне просто красавцы. Но мы продолжаем с ними бороться. И вот хорошо отобрали! Нет положения вне игры. Ах, какой пас не прошел! Великолепно получилось бы, если бы прошел, конечно. Это было бы очень красиво, но пас не прошел. Но опять с мячом Россия. Зюба! Кокорин! Саша, давай! Ну, бей! Опять заблочили. Да что ж такое-то? Хватит уже, надо забивать. Моменты только зря транжирим, как обычно. Аут! В пользу англичан опять. А мы не боимся Англию, ребята. А мы-то англичан не боимся. Мы с ними боремся на равных. Но вот только вот таких вот ошибок не допускаем. Это опасно. Ее, ну у нас Серега Игдашевич. Че? Состав не смотрели. У нас Игдашевич здесь. Серега разберется. Серега молодец. Перерыв. 0-0. Ну что? Я не знаю, что тут сказать, потому что действительно Рашка смотрится великолепно. Ничего не дали создать англичанам за весь первый тайм. Ничего. Более того, сами атакуем. И сразу возвращаемся мы на стат Де Франц. У нас второй тайм. Россия-Англия. Евро-2016. И мы продолжаем. Наши прямой репортаж. Из Франции. Смольников. Загоев. Ну давай, Аланчик. Нет. Хорошо. Денис Глушаков разобрался вот здесь. И пасом вперед. На Олега Шатова. Шатов. Дальше снова Загоев. Алан смещается на фланг. Можно отдать. Зря, зря не пожадничал Алан. Надо было пожадничать лучше. Лучше бы прошел по флангу сам. Ну какая разница. Мяч это снова сборная России. Она атакует. Зюба. Бей, Артемыч. Бей. Ну еще. Бейте сходу. Опять все блокируется. Да что ж такое-то, а? Пока нам не везет откровенно с ударами. Шатов. Так, Олег, это опасно. Надо поосторожней. Отпасовывает назад Ширкову. Дальше. Широков. Загоев. Загоев. Ну. И гол. Гоу. Три-четыре. Все дружно, ребята. Гоу. Артем Дзюба. Вот так вот начинаются наши французские приключения. И какую комбинацию здесь разыграли. Ничего не могут сделать англичане. Ничего. Они как будто бы и не пытаются. И как красиво. Вот бы так в реальности летом. И какой паз. Как Загоев все рассчитал. И Дзюба. Дзюба. Дзюбушка. Дзюбиту. Супер Дзюба. Как его еще назвать? Я даже не знаю. Один. Ноль. Уф. Выдохнули. Со спокойной душой. Первый гол нашей сборной на Евро. Есть. Артем Дзюба. Да, разыграли, конечно, здесь шедеврально все, ребята. И Жирков. Жирков начал эту комбинацию. Вот почему я его поставил на Леофанг. Я чувствовал. Я чувствовал, что это принесет свои плоды. Так. Шатов сегодня отпахал по полной программе. Надо признать это. Он молодец. С него на сегодня достаточно. Вместо него выйдет Денис Черышев. И братан вместо братана. Освежим. Чуть-чуть. Освежим. И укрепим защиту. А Алексей Березуцкий выйдет вместо Василия Березуцкого, соответственно. Аккорин. Снова Дзюба. Удар Дзюбы. Артем еще уже пошел за дублем. Но вот здесь ему не повезло. Кстати, вот как вам фейс Дзюбы? По-моему, по мне фейс у Дзюбы очень классный сделали. Отличный фейс у Артема Дзюбы. И какой удар у него вот здесь вот получился. Очень даже неплохой. Кехил. Кехил. Но нет. Кехил, конечно, этого мяча не коснулся. Видно, что... На этом повторе четко видно, что мяч у него прошел прям под ногами. Прям так четко. Но сделали двойную замену. Денис Черышев вместо Олега Шатова. И Алексей Березуцкий вместо Василия Березуцкого. Осталось играть около 15 минут. И сборная России может победить англичан. Артем Дзюба, автор пока единственного гола. Упустили мяч. Упустили. Упустили англичане. Так. И аут в пользу нашей сборной. Леха Березуцкий через центр обороны, через Игнашевича. Но можно и так. На другой фланг. Тут Смольников. И ускоряется Игорь по флангу. Вот только бы не перестараться. Смольников молодец. И подавай. А удар будет? А будет ли удар? Дзюба скидка. Черышев. Удар Черышева. Три-четыре. ГОЛ! Ай да Черышев. Ну, я не знаю, что тут комментировать. Англичане сегодня не сделали абсолютно ничего у наших ворот. Боже мой. Ну, я такого, конечно, не ожидал от наших репарней. Как они играют. Это просто бесподобно. Отличное начало на Евро. И Денис Черышев великолепным бильярдным ударом посылает мяч в дальний угол ворот Джохарда. И еще раз смотрим вот эту подачу Смольников. Здесь Дзюба не стал принимать мяч. И, как оказалось, правильно. Совершенно правильно здесь он скинул на Дениса Черышева. А Денис уже все свое дело закончил. Великолепным ударом. С левой ноги причем. Да, с левой ноги. Очень красиво. 2-0. Молодцы. Ну что ж. Дай бог, чтобы на Евро вот так же, конечно, было в реальности. О, Руни выходит. И выходит Милнер. Ну что ж. Последние силы бросает Рой Ходжсон на поле. В лице Уэйна Руни. Это может какие-то дивиденды, конечно, принести англичанам. Руни действительно хорош. С этим не поспоришь. Но я бы, конечно, упустил еще этого, как его самого. Господи, с головы вылетело. Как его зовут-то? Этого нападающего. Варди. Варди, во. Можно было бы еще упустить им Варди, но это уже их проблема, что они не стали упускать. 4 минуты добавляет Судья. Они уже почти стекли. Рашка в атаке. Хороший пас. 3-4. ГООООЛ! И это опять Артем Дзюба. Ну и я не знаю, что тут просто комментировать. Это нереальный футбол. Как они играют. Это просто бесподобно. И что? Кто отдал-то пас ему? Неужели это Черышев опять? Черышев сегодня сделал игру. Забил сам, отдал голевой пас. Ну как великолепно. Вот здесь разыграли, слушайте. Ну да, это опять был Денис Черышев. Как он рассчитал? И Дзюба в касание пробил. Не стал даже обрабатывать. Пробил, что можно сказать, на удачу. Но, как оказалось, не зря. И 3-0. Дубль Дзюбы. Отличное начало. Ну что? Ну можно свистеть. Наша сборная удачно начинает Евро-2016. Вот так, неожиданно. Разгромная победа над англичанами. Но что есть, то есть. 3-0. Россия-Англия. Дубль Артема Дзюбы. Еще один гол на счету Дениса Черышева. Великолепное начало. Важные 3 очка. Тем более, как известно, теперь еще отмечу также при определенных раскладах возможен выход из группы с третьего места. Вот. Но мы, естественно, хотим выйти хотя бы со второго. Чтоб без геморроя, что называется. И лучший игрок матча Денис Черышев. С чем я абсолютно согласен. Денис великолепно сегодня вписался в игру. И сам забил. И отдал голевой пас над Дзюбу. А мы смотрим другие результаты. Что там и как. Ауэльс и Словакия, между прочим, сыграли в ничью 0-0. По многому это нам на руку. Украина-Германия 4-0. Вот это да. Ай да, братья украинцы, молодцы. Смотрите, в первом туре мы громим Англию, а Украина громит Германию. Вот это да. Это, конечно, неожиданно. Вот так страны бывшего Советского Союза начинают Евро-2016. Круто. Швейцария, Албания 2-0. Франция, Румыния 1-0. Так. Польша, Северная Ирландия 1-0. Испания, Чехия 4-0. Турция, Хорватия 0-2. Вельгия, Италия 4-0. Нихрена себе. Я вот такого начала от итальянцев не ожидал, честно. Ирландия, Швеция 1-0. Австрия, Венгрия 0-0. И Португалия, Исландия 1-0. И вот ситуация в нашей группе. И после первого тура мы на первом месте. И следующий матч, как известно, у нас будет со Словакией. Та-дам. Если я не ошибаюсь, именно со Словакией. Но сейчас мы в этом убедимся 100%. Да! Следующий матч у нас будет со Словаками. А первая игра у нас, еще раз говорю, была с англичанами. Ну, что я говорю. Ну, что ж. Начало Евро у нашей сборной получилось вполне удачным. Я бы даже сказал, очень удачным. Главное, теперь не расслабиться, как это было в 2012 году. Мы помним, как там все хорошо начиналось. И как там все очень плохо закончилось. Не дай бог, что у нас тут все получится так же, конечно. Фу-фу. Мы надеемся хотя бы выйти из группы. Ну, что ж. Хорошее начало. С победой. Всех побед. С победой над англичанами. Ставим лайк за эту победу. Подписываемся на канал, если вы еще не подписались. Завтра ждем следующего матча против Словаков. С вами был Никитос. Всем пока. До следующего матча. До следующей серии. С победой!